Воин – это энергия активности, энергия движения, энергия действия, прямого воздействия на реальность. Это энергия создавания связей, это энергия влияния на разные части реальности через просто какие-то структуры. Потому что если хозяйка – это влияние на реальность, на материальную реальность и на людей, но тоже через материальное, поэтому и воплощение всего хозяина, все материальное, начиная от еды, заканчивая пуховыми переменами. И это ощущение заботы, оно идет через оформление конкретно материальной реальности. Воин заставляет реальность двигаться и действовать. И муза. Муза. Создает очень странное специфическое воздействие на мир. Передавая энергию как такую. Все, что делает муза, она передает энергетические толчки. При этом, особенность муза заключается в том, что для нее важен только этот энергетический толчок, а не что более. Он может происходить каким угодно образом. И результат может быть некий конечный результат, а может не быть, потому что если муза видит вообще движение энергии вокруг себя, как люди встали и начали действовать, как какая-то мысль, которая сдвинула их с мертвой точки, как они начали меняться, как они начали что-то создавать. В этом смысле приз – это стабильное воздействие в настоящем моменте. Можно сказать, что женщина приз – это мастер состояния здесь и сейчас. Потому что она самая стабильная, как пассивная, как недвижимая, абсолютно эстетическая, объемная и вместе с тем энергоемкая. Это такое пульсирование энергии, источение энергии. Если люди способны принять эту энергию, они ее берут. То муза – активная создательница этих всплесков энергии. И дальше у каждого из типов есть разные фазы развития, по-разному протекает становление, созревание. И некое совершенство у каждого из этих типов выглядит совершенно по-разному. Мы живем, конечно, в обществе, в котором совершенно нет культуры воспитания детей, исходя из того, какие они разные и какие они типы. Нет культуры наблюдения за ребенком и выяснения, какой он, чтобы его правильно направлять, помогать ему, оберегать от того, что для него может быть болезненно или опасно, но помогать двигаться туда, что для него является важным и развивающим. И с типами социализации то же самое. В современном обществе для женщины сегодня, конечно, развиты более всего два типа – это приз и воин. Ещё есть традиция хозяйки, и хотя женщина стремительно уходит от традиции хозяйки из этой роли, чувствует, что генетически уже так долго жила в состоянии хозяйки, что нужно это менять. Нужно это менять, нужно ослабить новые роли. Ну а женщина-муза – это, в общем, такое белое ворона, белое пятно, как для окружающих, так и для неё самой, потому что энергия очень специфическая. Она заставляет, эта природа, муза, она заставляет женщину вести себя очень странно. И в мире, где нет культуры, придавание энергии и приёмной энергии, и энергетического обмена в любом виде. Может быть, разве что деньги являются исключением, и люди как-то это осваивают. Поведение муза выглядит очень странным, потому что муза всё время даёт, и муза требует, чтобы это брали, и чтобы этот импульс, который она передала, чтобы люди его использовали. Поэтому практически любая муза в глазах других людей выглядит, как полсумасшедшая, или почти сумасшедшая, в зависимости от того, конечно, что она себе позволяет, и как она себя ведёт, как она руководит этим своим процессом, если она понимает, что она тебя ведёт. Но муза, которая пробудилась, если она селена внутри женщины, женщина начинает понимать, что она делает, она начинает это формулировать. Разве что в книгах она встречает подтверждения о том, что такое может быть, и самое понятие муза. Но, конечно, быть музой никто не учит. Нужно было бы открыть школу муз. Субтитры создавал DimaTorzok